Приветствую вас. Ситуация, которую вы описываете, решается двумя, на мой взгляд, путями. Первый путь представляет из себя несколько более лёгкое, быстрое, но в то же время поверхностное решение. Заключается оно в том, что человек, к примеру, пользуется, допустим, технологией НЛП, и через НЛП, значит, страх его убираться. Для этого необходимо буквально один-два сеанса, то есть вы бояться не будете. Но, надо сказать, что данный метод работает достаточно поверхностно, и сама проблема по себе, она у вас останется, потому что именно сама по себе проблема требует более тщательной корректировки, более тщательной проработки, по той простой причине, что за страхами кроется определенный момент. определенный момент кроется за страхами, и эти моменты представляют из себя ничто иное, как ваши, значит, подавленные, перебитые, если угодно, желания, чувства, значит, какие-то стремления и так далее. То есть страхи, вот именно ваши страхи, представляют из себя, ну, подавленные желания, подавленные потребности, вот, которые вы, значит, ну, по той или иной причине не реализовываете. То есть вы себе, по сути, да, их запретили реализовывать, запретили вы себе их, по сути, ну, выполнять, вот, вы себе запретили их, значит, удовлетворять. По какой-то причине, вот. По какой причине, правда, это, ну, не совсем понятно, да, то есть тут нужно смотреть, тут нужно смотреть и исследовать данный момент, вот, но тем не менее. На мой взгляд, причина, проблема может открыться в том числе и в том, что у вас имеется тревожность, то есть вы имеете, ну, вы тревожный человек, вот, и, соответственно, тревожность в данном случае вам может мешать. Тревожность это такой вектор поведения, когда человек игнорирует те аспекты, которые вокруг него происходят. Тревожность это, когда человек не обращает внимания на ситуации, которые возникают, и стремится остаться, ну, в привычной модели, в привычной, так сказать, форме взаимодействия с окружающим миром. Вот, я полагаю, если так поанализировать, то вы достаточно часто испытываете дискомфорт, достаточно часто вы можете испытывать тревожность, беспокойство, вот, такое смутное. Ну, а, соответственно, то, что касается того, что вы боитесь, к примеру, вот, шариков, да, как вы говорите, то я думаю, что, ну, для того, чтобы вам перестать их бояться, ну, можно, в общем-то, поработать в... русле когнитивной психотерапии, вот, для того, чтобы вам помочь. то есть, вам можно помочь скорректировать ваше представление о страхах, значит, чтобы, ну, было легче, а, с прочим, комфортнее, вот. Все это, в принципе, решаемо, и все это делается, вот. То есть, главное, конечно, ваше желание, то есть, если желание есть, вот, то, соответственно, уже можно будет с это делать, и можно будет вам помочь. Вот, а, я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что он помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.